Всем привет! В эфире заметки о Черкесии и это короткое видео, посвященное обзору книги о база в Кабарде, на презентации которой я участвовал в Черкесске в конце апреля. В общем, я эту книгу закончил и хотел бы поделиться своим мнением о ее содержании и качестве. Для начала очну как бы ознакомительная часть, что представляет себя эта книга. Она состоит из двух разделов, скажем так, теоретической части и практической части. Теоретическая часть состоит из такой общей информации о истории абазин и убыхов, об их генезисе, о том, как они мигрировали в Кабарду, в частности, абазины я имею ввиду, об отношениях, взаимоотношениях кабардинцев с абазинами в длительный период совместной истории этих двух народов. Отдельные главы там посвящены каким-то отдельным аулам, отдельным каким-то родовым фамилиям выделенным. Также присутствуют темы, допустим, выселения из Пятигорска и даны различные оценки именно абазинских аулов. Допустим, темы много посвященных последствиям Кавказской войны, то есть последним годам ее и несколько десятилетий после, как абазин, скажем так, российское правительство расселяло после Кавказской войны оставшихся в России, поднята тема, допустим, истории, ну как бы то, что истории, а такого этнического состава Аула Уляб в Дагее. Но это как бы тема, скажем так, я неподготовленного читателя, это может быть вполне интересно, полезно. С точки зрения как бы читателя следующего с истории, абазин, с этой вообще тематикой, ну в общем-то там ничего особо нового нет. Это, ну, общеизвестные, скажем так, данные, которые подчеркнуты из различных источников, существующих сегодня в средствах массовой информации, в каких-то монографиях, там, учебниках, то есть особых каких-то конкретных таких уникальных, скажем так, выводов там не сделано. То есть это, этот раздел создан для того, чтобы ввести в курс дела вообще, неподготовленного читателя. Самая главная часть, это вторая часть, второй раздел. Он представляет собой конкретные архивные документы, которые без каких-то комментариев или ненужных вставок, они просто полностью адаптированы в книгу и, как бы, расположены хронологически. Значит, это приказы, письма, отчеты как о частных случаях, так и более масштабных каких-то акциях, проводимых российским правительством, например, ну, большей части это российским правительством, вот именно, допустим, в Кабарде, ну, вообще, на Западном Кавказе, наверное, в Черкесии. И касающиеся, в основном, именно, вопросов абазин. Ну, так, например, там есть, допустим, такие частные случаи, как судебные разбирательства. К примеру, есть такой там случай, где рассказывается про семью, которая уходила в хадж, в Мекку, и оставляла своего сына узденью, одному местному известному, скажем так, на воспитание, на содержание, пока не будут в хадже. И вот в процессе хаджа, получается, мужчина в этой семье умер, женщина с малолетним ребенком осталась где-то в Абадзехе и вынуждена была более трех лет, скажем так, ну, оказавшись в очень сложном положении, она не смогла добраться до своего аула, вынуждена была там жить, и когда она вернулась, то уздень предъявил права на сына, в том плане, что он, как бы, все это время его воспитывал, кормил, поил и, как бы, предъявил права, что он является его родителем и не отдаст его в общем. И там такое судебное разбирательство, в котором привлечен сначала был местный на уровне этого начальника из местных, скажем так, старший, как-то такой арбитр, который оформил это дело, как бы записал все данные и передал вот на рассмотрение в вышестоящую инстанцию для разбирательства к российскому там уже чиновнику. Ну, это такой, допустим, частный случай. Что касается общих крупных случаев, то, допустим, это целые списки, допустим, о поселениях, допустим, когда базины выходили откуда-то и просили правительство поселиться, и там перечисляют их, и место определяют. Это, наоборот, выселение, когда по приказам правительства куда-то их там распределяли в какие-то аулы. Если брать поздние времена, это движение войск крупное, это там конкретные маршруты, передвижения, кто с кем общается, кто в чем виноват. Это такие вещи, как, допустим, после уже Кавказской войны разбирательство по поводу выселения в Турцию как отдельных граждан целых аулов, то есть выдачи им разрешений на все это. В общем, еще раз повторю, что там они расположены хронологически, а не тематически, просто по времени. То есть это совершенно разные документы, и интересно будет, я думаю, тем из людей, кто ищет свои, скажем так, информацию по своему конкретному роду, интересно будет смотреть выписки таблиц по конкретным родовым аулам. Допустим, аул Трамова, к примеру, и там таблица полностью всех жителей этого аула, начиная с старшего Трамова. Там дети, женщины, там все перечислены и значит их имена, фамилии и там сколько лет вот каждому из них представителю. Это такие длинные таблицы, там их надо вот долго и нужно очень-то просматривать внимательно. Также в конце книги присутствует общий список, так скажем, фамилий, которые по архивам, по данным авторов книги относятся именно к абазинам, к абазинским фамилиям. Ну, не все они присутствуют в более подробном варианте, то есть, как говорится, не весь архивный материал попал в книгу, тем более, что было анонсировано, что будет вторая часть, которая будет полностью состоять тоже из архивных исключительно материалов. Что, в общем-то, касается оценки книги. Из положительного. Книга состоит из достаточно резких, из достаточно редких материалов, именно архивных материалов. То есть, это не какие-то там теории, домыслы или сводки какие-то в отчеты. Это конкретные документы, которые просто переведены вот в текст книжный. То есть, там нет ничего от себя, скажем так, авторской и само по себе материал поэтому уникальный, поскольку кроме архивов, в общем-то, в доступе этого нигде нет. Второй плюс, что собрано это воедино, была систематизирована, хотя бы хронологически. То есть, мы можем уже посмотреть внимательно, какую-то информацию находить, какую-то иметь системность. То есть, уже понимать, где искать, что искать и как искать. Как я уже сказал, объективность. То есть, здесь нет какой-то авторских своих идей, субъективных мыслей не высказанных. Просто собран сухой конкретный материал. Нет каких-то оценок. Из минусов, да, видимо, поспешили, потому что в книге есть, скажем так, плохая редактура, очень много там грамматических, орфографических ошибок. Это как бы вопрос к корректору книги большой, почему так выпустили. Очень неудобно составлены те же таблицы. То есть, они как бы вот боком ты открываешь и начинаешь долго и нудно отлистать. Там нет какой-то такой, грубо говоря, в самих таблицах системности. То есть, если я ищу, к примеру, какую-то конкретную родовую фамилию, мне надо будет просматривать вот половину книги для того, чтобы все, скажем так, найти вот отсылки. Это как бы минус, но это, наверное, сложность именно подачи в книжном бумажном варианте, потому что, грубо говоря, если бы в электронном виде нажал поиск и как бы выбил по определенному слову, в книжном варианте все это сделать, конечно, сложнее. Будем надеяться, что когда-нибудь вот все-таки дойдет и до электронного варианта все это дело, потому что в таком формате было бы, наверное, удобнее в электронном виде. Это вот из минусов. То есть, здесь в данном случае у меня возник вопрос, собственно, для чего книгу-то выпускали? Для конкретных людей, чтобы они находили родовые там свои какие-то данные? Либо это все-таки как научная работа, сухая просто для отчетности, статистики, чтобы было, чтобы могли там ученые с ней работать. Потому что, ну, как бы, одно дело, когда простой человек открывает и начинает путаться вот в этих куче документов, потому что они не связаны какой-то, кроме дат системностью. Другое дело, это ученые, которые, в общем-то, привык работать с материалом и будет конкретно что-то искать. Ну, это вопрос, в общем-то, времени. Я думаю, со временем то, как бы, в процессе работы над подобного рода трудами выработается какое-то, в общем-то, компромиссное решение. Что хотелось сказать еще дополнительно. Не очень понимаю, почему в Кабарде так пристали к, собственно, главному автору и архивисту Кармову по поводу вот этой книги, обвиняя его в каком-то там расколе между абазинами и кабардинцами. Автор, скажем так, он не историк, он не дает никакой оценки. Он это архивист, который нашел конкретные документы и просто их как бы систематизировал в какой-то материал. Ну, хорошо там, ну, нашли конкретные документы, посмотрели их, увидели, убедились в чем-то. Это исторический документ, который, ну, как его оспаривать? Можно, конечно, оспаривать, но есть ли в этом смысл? То есть, опять же, мне очень понятно, в чем заключается там раскол. Абазины с кабардинцами живут прекрасно, рука об руку, никто не претендует. И знание абазинцами, допустим, этих фамилий или как даже кабардинцами, узнавание того, что кто-то из их семейства был из абазин, что это поменяет в настоящем современном мире, не очень понятно. Поэтому я думаю, что претензии к Кармову они излишни, как к специалисту. Он прекрасную работу выполнил. И я считаю, что его нужно даже поддерживать, а не, скажем так, устраивать баталии вокруг его работы. Ну, это мое видение. В общем, жду вторую часть с нетерпением, где будет больше специализированных документов. И, в общем-то, принимаю, в общем-то, заявки на поиск каких-то информации по книге от вас. Могу посмотреть что-то, если вы хочется, пишите в комментариях, оставляйте свои какие-то мнения, свои запросы. Буду помогать, потому что книг, в общем-то, экземпляров немало. Все, на этом все. Делайте репосты, оставляйте комментарии. Всем пока.